Друзья, привет всем! В сегодняшнем видео я бы хотел с вами поговорить про новый бюджетный смартфон от компании Xiaomi, а именно Redmi 9A. Вообще, модели с индексом А можно действительно считать народными, они достаточно качественные и стоят очень доступных денег. Ну вот, модель Redmi 9A получилась на самом деле спорной. Есть различные нюансы, по которым, возможно, не стоит покупать этот смартфон. Посмотрите это видео до конца, и вы сами все поймете. Давайте начинать, погнали! Давайте начнем с экрана. Здесь стоит HD Plus матрица разрешения 1600 на 720 пикселей. В принципе, в таком ценовом сегменте 8-9 тысяч рублей это довольно распространенное решение, но с другой стороны плотность пикселей достаточно маленькая. Она составляет всего 267 точек на дюйм, и если присмотреться, то с легкостью можно разглядеть зерна, что достаточно странно для смартфона в 2020 году, пускай и для бюджета. Отдельно я бы отметил достаточно слабую яркость экрана в 400 нит. Стоит выйти на яркое солнце, видимость уже не такая хорошая. Ну и, конечно же, большие рамки и массивный подбородок дают о себе знать. В целом, впечатление об экране не очень. Теперь поговорим о начинке, то есть о железе этого смартфона. Здесь установлен достаточно известный чипсет от компании Mediatek, а именно Helio G25. Он примерно по уровню похож на Snapdragon 439. Выполнен по нормам 12-нанометрового техпроцесса. Графика PowerVR GE8320. В Antutu примерно 102 тысячи баллов, поэтому, в принципе, данный чипсет способен запустить на низко-средних настройках множество игр. Но что касается памяти устройства, то тут она подкачалась. Здесь установлено всего 2 гигабайта оперативной памяти LPDDR4X и 32 гигабайта постоянной, которую можно расширить с помощью карточки microSD, что является, конечно же, плюсом. Вроде как не самая плохая начинка для данного ценового сегмента, но она не справляется с интерфейсом. Из коробки в смартфоне установлена новейшая MIUI 12, в которой сделали огромный упор на плавность. Но данная начинка не справляется с такой плавностью, очень сильно бросаются в глаза дикие подтормаживания системы. Ну, будем надеяться, что со временем ПО оптимизирует и будет все значительно лучше. Но сейчас, конечно, работает так себе. Ребят, ну а сейчас немного отвлечемся. Хочу представить вам очень крутую инвестиционную платформу LTD7, которая открылась буквально 3-4 дня назад. Меня заинтересовал заработок на ней, я посмотрел тарифные планы. К примеру, вложили в тариф финансы 100 рублей и через 3 дня уже вывели свою первую прибыль вместе с депозитом. Но мне этот тариф не очень, честно говоря, интересен. Я считаю, на короткие сроки входят новички, в основу которые проверяют платежеспособность компании. Я буду инвестировать сразу в энергетику, начну с 10 тысяч. Мне, получается, ежедневно будут начисляться проценты в размере 2,5. А всего общий заработок составит за 10 дней 12 500 рублей. Вы представьте себе, это такой заработок представляет компания на момент пандемии. Итак, давайте сейчас будем пополнять баланс. Перехожу в пополнение баланса. Буду пополнять через Kiwi 10 тысяч рублей. Вот, в принципе, все, баланс пополнен. Теперь буду открывать депозит в разделе инвестиции. Выбираю подходящий тариф. В моем случае это энергетика. Ввожу 10 тысяч рублей, открываю депозит. Все, в принципе, готово. Денежка начала работу. Сейчас очень многих урезали, сократили. Компания LTD представляет очень хороший маркетинг, который будет приносить дополнительную прибыль. Так что переходите по ссылке в описании и зарабатывайте вместе со мной в LTD 7. Теперь о камере. В наше время она, конечно же, очень важна в смартфоне, даже в бюджет. И в данном случае блок камер немного подкачал. Здесь стоит всего лишь один модуль и под ним располагается вспышка. Основная камера на 13 мегапикселей, апертура 2.2. Возможности ее таковы. Видеосъемка Full HD 30 кадров в секунду. Есть портретный режим. Смартфон в дневных условиях достаточно хорошо может размывать задний фон. Есть режим Pro. Но нет ночного режима, что достаточно плохо, потому что многим полюбился этот режим. Фронтальная камера здесь на 5 мегапикселей, апертура 2.2. Выполнен вырез в виде капельки. Производитель обоих камер неизвестен. Но это и неудивительно, учитывая цену смартфона. Если подводить итоги по камере, то здесь нет никакой стабилизации. Автофокус очень медленный. В ночное время картинка сильно крошится. И детализация снимков достаточно плохая. Батарея. Батарея на самом деле здесь достаточно хорошая. На 5020 мАч ее хватает действительно надолго. В обычном режиме можно растянуть на 2-3 дня. При постоянном использовании она может выдавать примерно 12 часов экрана. Время разговора в районе 30 часов. Но при этом, при всем, здесь стоит порт microUSB. У всех возникает вопрос, ну почему? В 2020 году пора уже ставить USB Type-C. Но есть еще второй момент. Мощность зарядки составляет всего 10 Вт. По сути, как бы быстрая зарядка. Но, тем не менее, с учетом объема аккумулятора, зарядка будет длиться примерно часа 2. Это достаточно долго. Ну и еще давайте пройдемся по некоторым моментам, касаемо характеристик данного устройства. В смартфон можно установить 2 сим-карты или 1 симку и карту памяти. Есть поддержка Bluetooth 5.0. Вот Wi-Fi, кстати говоря, поддерживается только 2,4 ГГц. Еще из минусов я бы отметил отсутствие чипа NFC, которому уже многие привыкли. Но, в принципе, в данном ценовом сегменте это понятно. Сканера отпечатка тоже по традиции нет, но, правда, есть возможность разблокировки по лицу через фронтальную камеру. Для любителей проводных наушников есть разъем 3,5 мм. Здесь его пока никуда не убрали. Смартфон весит 194 грамма. Размеры 164,9 на 77,1 на 9 мм. Защиты от воды, конечно же, нет. Корпус пластиковый. Ну и, подводя итоги, хочется сказать, что данный смартфон, конечно же, получился очень спорный. Да, он стоит 8 тысяч рублей. Вроде бы недорого. Но, на самом деле, если добавить там буквально одну, там, 2-3 тысячи рублей, то можно купить бюджетное решение от компании Realme, которая в последнее время быстро догоняет и Redmi, и Xiaomi. В целом, на мой взгляд, не стоит покупать данный смартфон за такие деньги. Я думаю, что можно, конечно, подождать различных акций, скидок, взять его на Али, там, со всеми купонами. Ну, то есть, когда цена будет действительно очень-очень вкусная, там, за 8-9 тысяч рублей брать его, ну, как мне кажется, однозначно не стоит. Лучше добавить и взять, допустим, от того же Xiaomi какой-то более совершенный смартфон. Если вам нужен конкретно сейчас ультрабюджетный аппарат с приемлемыми характеристиками, лучше, наверное, присмотреться к Realme C3, ну, или, может быть, даже к прошлогоднему Redmi 8A. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу Redmi 9A, будем его покупать или не будем. С вами был FutureTime, подписывайтесь на канал.